Палатка из кусков целлофана, картона и пенопласта находится в лесу, неподалеку от пересечения улиц Пугачёва и Чигана набережной. Наталья Тёкина отметила, что раньше проживала вместе с дочерью в посёлке Асан. Затем её дом сгорел, а дочь уехала в Россию. С тех пор женщина живёт, где придётся. Еду готовит на костре, моется в реке, оттуда же берёт воду для чайника. Здесь многие живут, но недалеко живут, вы не пройдёте. Там-то, там живут, там палатка на Пугачёвской. Почему вы к ним не едете, а именно вы ко мне едете? Жалко вас. Да я сама всё делаю. Я не пропаду, я не пропаду. Ты слышишь, дожди начнутся, дожди. А я и подожжиком, и подморозом, я в том году. Вы знаете, как я на Динамо, подморозы я ходила с мужиками, на рыбу рыбачку. Вы же никто не знаете, Гришка, Славка была, Титане была, казаки, друзья мои были. Раньше Наталья Георгиевна получала пособие, но сейчас не может оформить необходимые документы. Из-за этого не решается вопрос с оформлением пенсии. Добрые люди помогают с продуктами. Вот у меня дублёнка, люди ко мне проведают. Вот порта у меня, еду они мне приносят. Я на Пугачёвской хожу, покупаю. Вон печка готовлю, когда чай пить. А что с вашим домом? А у меня дом давно, я слепла, у меня в Асане Красносской, квартира погорела. Представители Центра адаптации для бездомных специально приехали в лес, чтобы забрать женщину, но она отказывается уезжать. Раньше приходила к нам она, да, в отделе ночного пребывания, она была у нас, да. Но почему-то она уже перестала к нам ходить. Мы можем психологические, медицинские услуги, можем оказать содействие в оформлении пенсии. В оформлении пенсии можем оказать содействие. Все услуги, специальные социальные услуги можем оказать. Вот сейчас вы что хотели сделать? Хотели забрать ее, да, забрать, чтобы она приняла душ. Потом специалисты будут оказываться объемной, установленной стандартом, там, то есть, документирование содействия в оформлении в доме. И с чем столкнулись, что она говорит? Отказывается она, она отказывается, отказывается их отцена. Сотрудники Центра пообещали разобраться с проблемами женщины и попытаться ей помочь. Роман Копняев, Мирбулат Жигипаров, Александр Грабарев, ТДК-42.